В Беларуси протягивается пират-выборная кампания. Центр выборкам протягивает проверку документов, подаденных претендентами на статус кандидата президента. Тем самым в Брестской областной комиссии по выборах рассказали о выниках проверки на региональном узроуне, сдаденных инициативными группами подписанных листов. Как ведомо, двое из восьми претендентов подписанные листы на проверку территориальной выборками в области не сдавали на Оглгаты Анатолия Бетька и Сергей Калякин. В Ростовчанках Жанна Романовская сдала только некольки сотни, у тому проверка не проводилась. Стыгшие подписные листы приняли. Найбольшая колькость несоправдных подписов выявлена у Виктора Терешенки. Больше 36% от усих проверенных. У той час их закон допускает максимум 15%. Часть подписей в отдельных подписных листах, я бы даже сказал, что они нарочито недостоверные. То есть, скажем, указано в подписном листе фамилия, имя, отчество избирателя, а паспортные данные по всем избирателям указаны серия Минская. В целом ряде подписных листов подписи избирателей совершенно одинаковые. То есть даже не было попытки как-то их придать им видимость достоверности. В 10-го вирусный центр выборка могучить кончатковые выненьки сбору подписов и проверки их соправдности. А так само назови имена зарегистрованных кандидатов у президента. С этого момента распочнется новый этап кампании – передвыборная агитация. У селетних выборах кандидаты у першиню проведутся и за свой кошт. По водле закона, приватный выборчих фонд кожного может складать до 92 базовых величин. Чуть больше 92 тысяч долларов в сегодняшнем исчислении. И, соответственно, за эти средства он может вести свою предвыборную агитацию. То есть изготавливать плакаты предвыборные, покупать место в газетах, эфирное время и так далее, на телевидении, на радио. То есть все варианты предвыборной агитации, но за счет своих денег, своего избирательного фонда. А кроме того, кандидатов заховывается максимум из одного бесплатного выступления на радио и телебачения. Так само размещение передвыборной программы в центральном СМИ. Плюс традиционный информационный листок кожному выборщику. Контроль за выконанием выборчего кодекса подчас агитации ускладен на территориальные выборками. Если говорить о сегодняшнем дне, то, по крайней мере, пока каких-то существенных нарушений, конфликтных ситуаций в области не возникало. Более того, на сегодняшний день в областную комиссию не поступило ни одной жалобы. Основный день голосования на выборах президента Беларуси – 11-е костричника.